Секретами своей творческой профессии прямо сейчас с нами поделится актриса Анна Ганничева. Анна, доброе утро! Здравствуйте! Во-первых, спасибо огромное, что вы нашли время к нам прийти, потому что у вас довольно-таки плотный график. Мы знаем, что с 21 по 27 марта не обошлось, ну, ни один спектакль не прошел без вашего участия. Расскажите нам про эту неделю театральную, как она прошла? Ну, театральная неделя это вообще особое такое мероприятие, которое проводится только у нас в театре. И эта театральная неделя посвящена какому-то одному актеру. В этом году я удостоена чести, мне очень приятно, и хочу поблагодарить руководящий состав театра за такой подарок, я считаю. Вот, театральная неделя была очень насыщенная, яркая. Мы показывали 7 разных спектаклей каждый день, и вот работаем уже вторую неделю без выходных, но это такое хорошее приключение, и я благодарна ребятам за их выносливость, потому что это тяжело, каждый день переключаться в новый материал, монтировщикам ставить заново декорации, световикам выставлять свет, костюмерам готовить костюмы, реквизиторам тоже реквизит. Поэтому, ну, это было здорово, это было хорошо. В режиме нон-стоп, да. Абсолютно. Насколько нам известно, вы хотели стать драматической актрисой. Как получилось, что вы попали в кукольный театр? Я намеревалась стать драматической актрисой, но наборов в тот год на драмтеатр не было, и поэтому единственное, что мне оставалось, либо ждать еще год, либо идти на отделение актер-театра кукол. Я пришла на день открытых дверей, абсолютно в грустном настроении, подумала, господи, жизнь не удалась. Потом начали показывать ребята, старшекурсники, спектакль, и сняли ширму, и показали, что они делают под ширмой. Это было такое впечатление для меня, просто не передать. И я влюбилась именно в этот момент, в этот механизм, я иначе не могу назвать. Мы с вами сейчас разговариваемся, я смотрю на вас абсолютно спокойное, умиротворенное, не знаю, может быть, потому что утро сейчас еще. Однако, коллеги, друзья, вас называют фейерверк эмоций. Ну, с чем это связано? Это с чем связано? Это взрывной характер или что это? Или вы по городскому близнецы, мы знаем, что вы по городскому. Да, вот вы бы спросили у коллег, почему они так считают. Ну, а ваше мнение? Ну, мое мнение, не знаю, наверное, потому что репертуар у меня разнообразный. То есть мне дают и характерные роли, мне дают и героинь. Одно время я играла очень много героинь, я играю и старух, и детей, и всех. Ну, как так получается, в общем. Конечно, зрителю кажется, что кукловодить это просто. На самом деле куклы не такие вот оперчивые, как кажется. Как их оживить, вот, когда происходит момент волшебства? Это целое мастерство, ему учат, мы проходим целую кукольную армию. Ну, начинается она с элементарных азов, это просто поднять руку и держать ее на протяжении даже пяти минут, это очень сложно. Ну, для начинающих кукловодов. Покажите нам. Ну, вот это, например, тростевая кукла, да? Почему тростевая? По-первых, как зовут твоя персонажа? Это госпожа Зиглинда. Госпожа Зиглинда. Доброе утро. Спектакль Митерица. Доброе утро. Она разговаривает. Очень важно попасть, очень важно попасть в маску куклы. Это важно, потому что, видите, у нее губа нависает. Значит, это будет дефект речи, однозначно, да. Потом она в возрасте, значит, это я уважаемая фигура, я должна разговаривать. А попробуй ты озвучить. Кукла как живая. Вы знаете, здесь гапит, это очень сложное устройство, им надо тоже уметь пользоваться, то есть руки должны быть заточены под гапит, как говорят у нас. Вот давайте, небольшой диалог с нашей гостью. Госпожа, доброе утро. Доброе утро. А теперь Ира то же самое. Госпожа, доброе утро. Доброе утро. А как вы добрались в нашу студию? Вы знаете, прекрасно, такое солнце сегодня, транспорт был на редкость быстрым. Какой перстень. Не трогайте. Это прекрасно. Ира, а почему нам бы третью соведущую, да, такую? Кстати, я рассматриваю предложение, вы можете мне написать на электронную почту. Позвольте уже рукопожатим, закрепим наш сайт. Вот вы уже нам говорили про то, что нужно как минимум 5 минут на начальных этапах, да? Ну да, это вот студентов учат, да. Есть какие-то, ну, профессиональные болячки, скажем? Конечно, да. Остеохондроз, защемление, смещение позвонков, все, что касается шейного отдела. Как боретесь о саже? Да как, ну да, кто как может, кто ходит к остеопату, кто ходит к мануальному терапевту. То есть это действительно трудно. Кто лежит на иголках. А как вы бережете? Ведь руки – это ваш главный инструмент. Как вы за ними ухаживаете? Вы знаете, вот не то, что уход. Есть разминки кукольников, да. То есть руки должны быть гибкими, потому что это наш аппарат. И вот, опять же, когда идет обучение училища, да, преподают специальные разминки для рук, да, чтобы кровообращение. То есть мы все равно, когда выходим на площадку, мы обязательно делаем разминку. Как и всего тела, так и рук, потому что можно просто покалечиться, если честно. Вот так вот нагрузки большие бывают, очень тяжелые куклы. Ну, сейчас у детей каникулы. Что бы вы посоветовали посмотреть обязательно? Непременно какие спектакли? Вообще сходить в наш театр очень полезно родителям и детям, потому что наши постановки в основном – это для семейного просмотра. Также у нас есть малый зал, в котором могут приходить дети от 2 до 4 лет. Это интерактивное общение. Дети учатся чувствовать, эмоции какие-то свои проживать, общаться с персонажами. И каждые субботы-воскресенья в малом зале и в большом зале у нас есть спектакли для разной аудитории, для разной возрастной категории. Поэтому мы всех ждем, всех любим, посвятим им свое время, порадуем. Спасибо большое за встречу. Увидимся в кукольном. До свидания. Спасибо, до свидания.